Библейский портал экзегет.ру представляет 22 глава книги Иова. Я прочитаю ее в своем переводе с небольшими комментариями для библейского портала Экзегет. Она начинает третий цикл речи. Ну вот, основная часть книги — это диалог Иова с его друзьями. Одну речь произносит Иов, одну — очередной его друг. Вот по три раза каждый из них выступает. Хотя там к концу третьего цикла немножко сбивается очередность, но неважно. Третий цикл речей самый острый, самый напряженный. И все понятно. Первые два были такой своеобразной разминкой. В этих речах друзья убеждали Иову, что праведник получает на земле награду нечестивист-наказания, и, в общем, все поэтому хорошо. А третий уже невозможно начинать с наколу начала, начиная с начала, с того же самого утверждения. И надо сказать что-то другое. Друзья переходят к личным выпадам. Вообще, когда заканчиваются аргументы, люди очень часто в споре переходят к личным выпадам. «Ах ты мерзавец, сволочь, негодяй! Что ж ты не хочешь меня послушать?» И Лефаса Стеймана примерно так и действует. Так отвечал Лефаса Стеймана. «Что толку Бога от человека? Что толку даже от самого разумного? Что за радость всесильному от твоей правоты? Что за польза ему от непорочности твоей?» Вот, прежде всего, собеседника, противника в споре надо обесценить. Надо сказать, ты никто. Все, что ты тут нам говоришь, это вообще никакого значения не имеет. Бессмыслица, чушь, ерунда. Если ты его не обесценил, надо же возражать, отвечать, может быть, и признавать его правоту. А обесценил, вроде ничего не надо, вроде и так хорошо. Вот поэтому, кто ты такой перед Богом, кто ты такой перед всесильным? Ну, а ты, Лефас, кто? Тоже никто. Это же не лишает себя права высказать свои суждения. Иов тоже такое право имеет. За страх ли Божий порицать себя станет? За это ли на суд поведет? То есть, смотри, ты наказан, значит, точно не за страх Божий. А Иов говорит, я прав, я прав, я прав. Лефас отвечает, да какая вот, какая правота у тебя может быть? Ты никто. И дальше он начинает придумывать. И вообще, ты негодяй-преступник, ты же страдаешь. А Бог наказывает несправедливость, Бог наказывает нечесть. И значит, ты допускал и то, и другое. Но нет. Велики твои злодеяния. Твоим преступлениям нет конца. Здрасте. Откуда он это берет? Вот до сих пор никто из друзей ни в чем и его не упрекнул. Но вот прорвало плотину. Переходит человек к личным обвинениям, к нападкам. А значит, уже ничего не важно. Значит, уже нужно громоздить, громоздить, громоздить. А вот одна десятая из этого окажется правдой. Твоим преступлениям нет конца. Без нужды ты требовал с братьев залог. Снимал с людей последнюю одежду. Страждущего ты водой не напоил. И для голодного пожалел хлеба. Вновь и вновь, когда читаешь Ветхий Завет, поражает, что главным преступлением оказывается социальная несправедливость. Вовсе не то, что ты мало молился, плохо постился, обряды не исполнял, нарушал какие-то запреты пищевые и прочее. Нет, ты требовал с братьев залог. То есть, имеется в виду, давал в долг и требовал залог. Вообще нормальная практика. А вдруг он не отдаст? Но требуя залог, ты тем самым, в общем, и человека берешь больше, чем ему даешь. Залог, он же должен покрыть возможные все расходы, включая невозврат долга и, так сказать, беспокойство того, кто этот долг дал. Значит, залог это больше. И брать залог, в принципе, несправедливо. Снимал с людей последнюю одежду. Да, вот ему кушать нечего. Он пришел, тебе хлеба одолжить, а ты давай одежду самай. Я тебе хлеба дам, когда вернешь, то одежду вернешь, получишь обратно. Вот это, оказывается, самое страшное преступление. С этого все начинается. Более того, не напоил водой, не накормил страждущего голодного. То есть даже бесплатно давать это, ну, такая заповедь, которую нарушит тяжелое преступление. Вот помочь нищему. Землей владеют те, кто силен, гордые на ней обитают. Вроде как с Ивом согласен, но отвечает уже ему, возвращая его аргументы, ему самому говорит, ну, и ты такой же. Ты вдов с пустыми руками отсылался, сирот лишал последней опоры, потому и напасти тебя окружают, и внезапный ужас страшит. В этой тьме ты ничего не видишь, захлестнули тебя бурные воды. Высок Бог на небесах, подними свой взор к звездной выси. Ну, вот они все про Бога, про Бога, да, но вот про Бога для того, чтобы обвинить Иова, сказать, ты Иов, мерзавец, негодяй. Довольно часто люди вот именно так о Боге и рассуждают, чтобы уесть или оскорбить своего собеседника. Ты скажешь, Бог, что он знает, что он может разобрать сквозь мрак? Облака ему видеть мешает, ходит он по небесному своду. Ну, и такая карикатура. Иов якобы представляет себе Бога таким чудаковатым старичком, который там гуляет где-то по небу, а сквозь облака ему и не видно, что мы тут на земле творим, поэтому пусть себе гуляет. Ну, слушайте, вот когда мы хотим человека унизить, мы очень часто его взгляды представляем карикатурными. Иов говорит о Боге очень резко, но он не представляет его таким глупеньким, подслеповатым старичком на облачке. Вот уж точно нет. Он его представляет таким несправедливым тираном, который угнетает, который без причины набросился на его. Это да, это он говорит. Но вот удобно спорить с человеком, о карикатуре, высказив его позицию. Ты Бога представляешь себе дурачком на облачке. Ну, конечно, Иов, ты с ума сошел, ты такие вещи говоришь. Это просто вот ни в какие ворота не лезет. Да не говорит он их. Так будешь ли и дальше держаться пути, что издревле грешниками протоптан? Они до срока были вырваны из жизни, а дома их сметены потоком. Они Богу говорили, ступай прочь, что она может сделать всесильный, а он дома их добром наполнял. Прочь от меня помыслы нечестивых. И вновь Иллифас отвечает практически словами Иова, прочь от меня помыслы нечестивых в предыдущем главе Иов примерно так и говорил. Но вот риторический вопрос, доколе ты будешь заниматься таким вот разбоем нечестивым. Понятно, что Иов им не занимается, но в риторическом вопросе чего только не скажешь ради красного словца. Но праведник будет смотреть и радоваться, невинный над ними посмеется. Вот и исчезли противники наши, огонь поглотил их без остатка. Не враждуй с ним, помирись, и тогда придет к тебе благо. Иов с Богом враждует, это правда. Но суть этой вражды Иллифас не то, что не понял, он их сознательно искажает. Иов требует у Бога справедливости, а Иллифас считает, что Иов пытается как раз ускользнуть от вожественной справедливости, от справедливого возмездия и придумывает поэтому всякие ему преступления. Не враждуй с ним, помирись, и тогда придет к тебе благо. Из уст его наставления прими, вложи его слова в свое сердце. Обратись ко всесильному, и преуспеешь. Только грех из своего шатра изгони. Как все просто. Как обрести процветание. Вот куча сейчас всяких рецептов, как там в бизнесе, как там в любви, как там в общении добиться желанных результатов. Да вот, вложи его слова в свое сердце, и все у тебя будет хорошо. Если бы так просто. Книгу бы эту не пришлось писать. С пылью смешай свое золото, сокровища из Афира с речной галькой. Афир — это такая немного волшебная южная страна. Наверное, это какое-то восточное побережье Африки, куда отправлялись экспедиции, скажем, при царе Соломоне. И оттуда привозили что-то особое ценное. Мы даже не знаем, что. Но вот Афира — это такая страна Эльдорадо, где полно золота и всяких драгоценностей. И оттуда привозят что-то суперценное. Итак, смешай это все с речной галькой. Ну, то есть, сочти это ерундой никчемной. Пусть всесильный станет твоим золотом. Будет тебе вместо груды серебра. Тогда найдешь ты отрадово всесильным, и взор обратишь к Богу. Тогда помолишься ему, и он услышит. А ты исполнишь свои обеты. Как решишь любое дело, так и выйдет. Свет на твоем пути и воссияет. Вот как все просто. Как решишь любое дело, так и выйдет. Религия как средство достичь просветания. Как часто мы на самом деле это слышим. Бог нам нужен для того, чтобы заработать деньжат, быть успешными, чтобы люди нас любили, ценили, чтобы добиться влияния, власти. Вот для всего этого нам очень нужен Бог. Говорит Элифаз. Айов говорит, а мне нужен сам Бог. И мне очень горько от того, что он меня мучает и не хочет со мной дружить. Элифаз продолжает. Он унижает тех, чьи речи горды, и спасает тех, чьи взор потуплен. Ну, то есть, таких смиренных, скромных людей. Даже и виновного Бог избавит. Чистота твоих рук ему избавления. То есть, если ты, Иов, будешь таким вот прямо суперправедником, то даже нечистивца можешь у Бога отмолить. Вот чистота твоих рук поможет избавиться от наказания другому человеку. Вот как легко быть с Богом на словах. Что ответит Иов в 23 главе? Прочитаем. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok